здравствуйте приветствую вас на канале про цветок с вами ломонос пётр и сегодня мы с вами поговорим о таком новом компоненте который сейчас уже довольно широко есть продажи это кокосовое волокно кокосовое волокно что такое значит это отходы кокосовой пальмы плод косой пальмы покрыт такими волосками и вот при обработке там при получении ну как бы самой мякоть этой пальмы их просто это волокно состригается состригается ну и как бы народ понял что это может использоваться в растеневодстве почему потому что кокосовое волокно значит оно легкий материал воздухопроницаемый его хорошо хорошо пропускают воду поэтому его используют как самостоятельно например используют самостоятельно кокосовое волокно в каком смысле есть кокосовые брикетики где это волокно сбрикетировано разбухает вода и уже в самый этот брикет в эту почву смесь добавляют высевают семена высевает какие-то семена растений они не повреждаются болезнями потому что кокосовое волокно оно как бы более-менее стерильное практически поэтому болезни сходы не повреждаются той черной ножки например на помидорах уже не будет ну далее также кокосовое волокно если надо разрыхлить грунт для цветочных растений комнатных нас опять же добавляется кокосовое волокно но если вы будете покупать кокосовое волокно в таком вот виде как бы ну природно можно сказать тогда надо ножницами порезать порезать на кусочки где-то по полтора два сантиметра порезать состричь на такие кусочки и добавлять в субстрат ну соотношение к субстрату это один к одному один к двум один к тром то есть одна часть кокосового волокна на от одной до трех частей земли ну зависим от механического состава это тоже очень хорошо тоже очень хорошо ну также кто-то кокосовым волокном берет декорирует горшки берет декорирует горшки в каком смысле комната значит те же опилки как бы ну примирать не эстетично чтобы земля не прислала 4 горшка поэтому укладывается слой кокосового волокна положили кокосовое волокно и значит вид красивый такой и задекорированы вверх горшка и почва не так быстро просыхает ну далее кокосовое волокно ну делается это самостоятельное можно к их самостоятельно поделки дел из кокосового волокна какие-то фантазийный материал точно также используется ну еще кокосовое волокно часто используются для растений, которые боятся высоких концентраций минеральных удобрений. Это, в частности, орхидеи. Вот в орхидею это кокосовое волокно садят орхидею, и она прекрасно там себя чувствует, потому что воздух, самое главное, беспрекрасно поступает к корням. Орхидея хорошо растет. Это преимущество кокосового волокна. Ну, а теперь давайте разбираться с минусом кокосового волокна. Самый большой минус кокосового волокна, что это материал дорогостоящий. Он продается как бы в разы гораздо выше тех материалов, которые могут составить ему конкуренцию в наших условиях. Потому что он продается в литрах. Если взять, ну, сжать по весу, то там, конечно, вес очень маленький. Вес 200 грамм, а стоит очень дорого. Ну, таким как бы заменителем кокосового волокна в наших условиях, что может быть? Это верховой торф. Верховой торф, значит, верховой торф, это тоже прекрасный заменитель кокосового волокна в наших условиях. Это если в ценовом соотношении брать. Это будет стоить гораздо-гораздо дешевле. Далее, кокосовое волокно при всех своих преимуществах, что и воздуха, и влагопроницаемое, оно как бы не удерживает почти минеральных удобрений. Это бедный субстрат. Он очень бедный. Поэтому, если вы посеяли там рассаду любую, значит, знайте, что рассада сошла, и сразу необходимо приступать к подкормкам. Потому что ваши растения начнут погибать не от болезней, а от того, что они будут голодные. Они будут голодные, они с кокосового волокна не могут взять питание. Поэтому часто кокосовое волокно применяется в ведроподной культуре. То есть культура, которая время от времени подпитывается минеральным удобрениями. Потому что само кокосовое волокно, бедно им, это раз. Но преимущество будет в том, что эти удобрения с кокосового волокна, они очень легко вымываются. То есть любой полив, сверху полили, все ваше удобрение ушло уже назад, ушло вниз. Так что помните об этом. Ну, хотя точно такое же произойдет и с верховым торфом. Он точно так же сильно не удерживает эти удобрения, они точно так же уйдут вниз. Но это есть положительный нюанс, потому что даже если вы переборщите дозу удобрений, значит промывочка такая очень хорошо действует, что эти удобрения не будут следить нашим растениям. Так что подходить к выбору кокосового волокна, надо вам кокосовый брикет для выращивания рассады, или вам надо вот такое, такое само кокосовое волокно. Ну, надо обдуманное. Если позволяют ваши финансовые возможности, и необходимость, значит весьмело использовать кокосовое волокно. Но помните, что есть же аналоги, наши более дешевые, местные, которые можно заменить кокосовое волокно. Выбор остается за вами, использовать или не использовать. О плюсах и минусах я вам рассказал. Так что думайте, решайте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok